Физкульт привет друзья и ученики! Это вторая часть истории Марии Вакуленко. Девушки, которая пришла заниматься в тренажерный зал, хотела выступать на фитнес-бикини и о том, как гробил ее здоровье ее тренер. По вашим лайкам и дизлайкам я понял, что вы, как и я, поддерживаете Марию, за что я вам искренне благодарен. Потому что тоже считаю, что вина тренера нельзя сразу же с первых шагов сажать девочек на фармакологию. Да и в бикини зачастую не обязательно применять никакую фармакологию. Нужно помнить, что фармакология, мужские гормоны для женщин всегда это вред и зло. И пока вы не выйдете на какой-то серьезный уровень или не увидите, что вы достойны этого уровня, нет смысла принимать никакую фармакологию. Многие писали негативные отзывы о самой Марии. Да, но это все равно, что вы отдаете своего ребенка в детский садик и переживаете, что вместо компота ему нальют пиво или водку. Не должно такого быть. Человек, приходя в тренажерный зал, новичок, целиком и полностью отдается на знания тренера. В любой ситуации полагаясь на него, как в предтренировочной диете, в добавках, в тренировках, так и как выходить после соревнований. Ведь это все равно, что входить и выходить из голодания. Неправильные шаги приводят к серьезным побочным эффектам, что мы и видим в данной ситуации. Вот в чем я лично обвиняю тренера. Тренер, как отец, целиком и полностью должен отвечать со своих подопечных. Он должен отеческой рукой и глазом следить, контролировать, направлять и полностью управлять вашим процессом. Тренировочным, восстановительным и, конечно же, все, что касается питания. В первую очередь, на что нужно обращать внимание грамотному специалисту. Таким образом, на этом питании и трехмесячном непрерывном приеме жиросжигателя я похудела на 10 килограмм. Самочувствие было ужасное. На тренировках часто было предобночное состояние, не было вообще сил, но я работала на износ, брала себя в руки, не хотела показаться слабой, работала дальше. Оказывается, это были еще цветочки. За месяц до соревнований тренер посадил на безуглеводную диету. И теперь мое меню составляло из 400 грамм вареной рыбы. Состояние было просто отвратительное. У меня было 5 силовых в неделю, плюс ко всему 4 раза в неделю кардио натощак по 40 минут. Ногти, волосы обладывались. Это было просто ужасно. У меня не было сил вести никакую мозговую деятельность, просто теряла концентрацию и не могла запомнить элементарные вещи. И тогда у меня пропал менструальный цикл. Когда я спросила у тренера, что мне делать, он сказал оставить все как есть, продолжать делать свое дело. Ну то, что девушка плохо себя чувствовала во время тренировок, находясь на достаточно скудном питании, это вещь обычная. Плюс девушка ни разу не сказала, обратите внимание, про употребляемое спортивное питание и нутрицептики, которые вообще должны быть у любого спортсмена. То есть я подозреваю, ничего этого не было. Это существенная недоработка тренера, потому что врача тут нет, как вы видите. Это существенная недоработка, потому что все эти препараты существенно облегчают состояние человека. Плюс нужно, что тренер это не может, конечно, знать, потому что тренер не врач, у него нет медицинского образования. Надо обязательно ориентироваться на состояние, на самочувствие человека. И если человек явно не справляется, то надо снижать объемы нагрузок, их интенсивность и так далее. И не успевает человек подготовиться к соревнованиям, ничего страшного. Будут еще много в жизни разных соревнований. И вообще они ничего не решат в принципе. Это же мы говорим про любительский спорт. Тут даже призов-то нет никаких, кроме грамоты. Поэтому о чем вообще речь? Не успела бы подготовиться, так не успела. Это с этой части. Значит, по поводу прекращения менструации. Ничего страшного здесь нет, могу вам сказать, как гинеколог. У любого спортсмена во время интенсивных тренировок и соревнований очень часто у девушек пропадает менструация. Это абсолютно обратимая вещь. Они как пропали, так и потом опять появятся. Не появятся сами. Для этого есть медикаментозные препараты, которые достаточно просто все это нормализуют. Вот в этой части могу всех успокоить. Особенно всех, кто занимается ближе к спорту. То есть с большими нагрузками, соревнованиями, с ограничениями. Если вас наблюдает врач, профильный, типа меня, то можете не беспокоиться. Эти вещи будут компенсированы. Никакого риска бесплодия и последующих это все не несет. Просто если сам факт, то у вас пропали месячные на фоне больших-больших нагрузок. Но обращать надо внимание на общее ваше самочувствие. То есть если вы теряете сознание, у вас сил нет заниматься, у вас в глазах темнеет, я не знаю. То есть явный признак того, что вы не можете переносить вот эту всю нагрузку адекватно. То вот это вот очень плохие признаки. Это говорит о том, что вы взяли ношу не по себе. Значит, надо забавлять обороты и вообще сходить с этой дистанции. То есть не надо всем идти в профессионалы. Не надо выступать на соревнованиях. Как я уже говорил, полезно готовиться к ним, но не выступать. А разница в чем? Вот когда вы готовитесь к конкретным соревнованиям, вы себя должны загонять в какой-то график. А у всех разный организм. Вот кто-то успевает подсушиться, набрать определенную форму каким-то сроком, кто-то не успевает. То есть если вы не успеваете, это явно не для вас. Ничего страшного. Забавляем обороты, сходим дистанции. Поверьте мне, ничего у вас не изменится. Как мы видим, друзья, девушка сбросила 10 килограмм за 3 месяца. И тренер был еще недоволен. Это вы услышите чуть позже. О чем это говорит? И почему я настаиваю на том, что это прямая ошибка тренера? Это говорит о том, что девушка просто не готова еще была к соревновательной деятельности. Не к тому, чтобы выступать именно на сцене, она и была не готова психологически. Нет. Ее организм еще не понял даже, чем она занимается. Три месяца нам нужно только на то, чтобы организм привык к новому виду деятельности. Любому. Питанию, тренингу. И только через три месяца начнутся какие-либо изменения. Я, честно говоря, не знаю точно, сколько до этого вообще тренировалась девчонка. Но, как говорит она, что она только начала свои занятия в тренажерном зале. Это напрямую говорит о том, что тренер безграмотен. Нельзя сразу же девчонок тянуть на соревнования. Я тоже мотивирую своих девчонок, которые ко мне приходят, именно соревновательной деятельностью. И большинство из них, тренирующихся у меня как дистанционно, так и вживую, хотят выступать. Многие об этом не говорят сразу. Но это ясно. Девушка, которая хочет себя улучшить, которая видит в себе какую-то перспективу, хочет показать то, чего она добьется своими усилиями. Это нормально, это понятно. Но к тому, чтобы подвести девчонку грамотно не к соревнованиям, а к тому, чтобы начать подготовку к соревнованиям, тоже необходимо время. Смотрите, девчонка на низкоуглеводке, да, при том, что пять силовых у нее в неделю. Пять силовых. Вы знаете, у меня никто из девочек не тренируется каждый день. При этом она еще делает четыре кардиотренировки натощак по сорок минут на пустой желудок. Мы все с вами знаем сейчас, что это в первую очередь пережигает мышечную массу. Куда и о чем думает тренер и вообще, что это за специалист, который, зная, а если он этого не знает, то вообще, как он может быть тренером, тем более еще президентом федерации. Как можно девчонки с дефицитом мышечной массы, с профицитом жировой садиться на кардио, натощак, на классическое кардио по сорок минут. Это полный дебилизм. Вообще, ну вот хуже не придумаешь. Потом еще, после всего этого, он сажает ее на безуглеводку. Мы все с вами знаем, что углеводы так же важны, как и белки. Полностью отказываться от углеводов нельзя. И никто это в современном соревновательном спорте не делает. Только глупцы это делают. Тем более, когда такие у девчонки проблемы. Но то, что слабость, плохое самочувствие, это нормально, в кавычках, для тех, кто сидит на диете, кто тяжело тренируется. Я тоже, когда выступал, все это испытывал. Правда, я не девчонка. Ногти и волосы у меня не ломались. Но я знаю многих девушек, да и у моей жены слабые у тещи ногти были и волосы. Пока мы не переехали в Штаты, они здесь не стали пить местные витамины от G&C. При этом, не меняя ни питания, ни тренировки, они в принципе-то не тренируются. Но за неделю жена сказала, что ногти просто вообще стали как у зверя. Это отдельный вопрос. Другой вопрос по поводу цикла. И здесь я вот, к сожалению, позволю себе не согласиться с моим другом и доктором. По той простой причине, что цикл для девушки это все-таки показатель. Показатель всего. И да, согласен, что это не смертельно, что это не критично, что все это восстанавливаемо. Но вопрос в том, что это не профессиональный спорт. Все то, что сказал доктор, правда и правильно, только если смотреть на это через призму профессиональных выступлений. Но на таком уровне, на котором выступает эта девочка, на котором выступает большинство, ориентироваться нужно на цикл. Нельзя, чтобы он пропадал. Ни в коем случае. Цикл – показатель вашего внутреннего состояния, гормонального состояния. Если он пропадает, даже если он меняется, это уже сигнал. Нужно думать о том, что, возможно, вы делаете что-то неправильно. Когда же девушка говорит все это своему тренеру, что он делает? Он просто говорит, что нужно заткнуться, грубо говоря, переступить через себя и идти дальше. Тренер целиком и полностью не понимает, не контролирует процесс. Его задача – просто, чтобы девушка вышла, выступила. Чем удачнее, тем лучше. Что с ней будет и как будет дальше, никого не волнует. Потому что обычно все это остается за кадром. Много таких девочек приходят ко мне с просьбой восстанавливаться после тренинга. И очень много девчонок, которые прекращают заниматься. К сожалению, вот что печалит. То, что такие безграмотные тренера и бессовестные люди гробят наш вид деятельности, наш спорт. Кто бикини не считает спортом, тот просто ошибается. То, что многие могут себе позволить выйти на соревнования и судьи их ставят на высокие места – это другой вопрос. Но большинство девочек пашут в зале и пашут довольно-таки серьезно. Зачастую лучше, чем вы мужики. Поэтому не стоит принижать девчонок, не стоит не считать это спортом. Это также тяжело, это также требует грамотного подхода. Поэтому, друзья, я призываю вас, если у вас есть какие-то такие истории, не обязательно это присылать мне на канал. Можете сами у себя выставлять. Но обязательно озвучивайте. Потому что такие люди, бессовестные люди, они убивают наше движение. Повторяюсь. И давайте опять, как и в первый раз, тот, кто считает, что не права девушка, ставит дизлайк. Кто считает, что права девушка, а вина полностью, целиком и полностью на тренере, ставит лайк. Слушаем дальше. Наконец, пришел день местных соревнований. На сцене я чувствовала себя крайне неуверенно. Я еле стояла на ногах. Я была истощена морально и физически. В голове сидела только одна мысль. Когда же это закончится? Не к этому я стремилась и не к этому шла все это время. Следующим по очереди были соревнования по высшим уровням. И тренер сказал, что форма не дотягивает. И чтобы не ударить в грязь лицом, мне за три недели нужно успеть поднабрать мясо в нужных местах. Ну и протяну мне пластинку с фармакологическим препаратом. Напомню, что у меня цикл был спид уже и до этого. Описываем девушку и состояние на момент соревнований. Я думаю, он достаточно типичный для неопытного спортсмена. Это нормально. Для этого вот мои неизвестные спортсмены, выступающие регулярно и много, работают с психологом, готовятся морально, что называется. Тренер их поддерживает очень грамотно. Вообще целая команда с ними работает. Наверное, там суммарно пять человек точно будет разного профиля. Для девушки важно еще правильно на сцене себя вести и так далее. Это тоже подготовка определенная. Просто, мне кажется, вот здесь было недоработано, естественно. Ну и ее истощение физическое и психологическое тоже оказалось. Она истощена. И, соответственно, просто нервы, как это называется, сдавали. Да, вот это она, по-моему, и описывает. Ну, я думаю, для первых соревнований это все понятно. И кто себя вспомнит из выступавших когда-либо, думаю, что-то подобное сказать может. Теперь по поводу того, что мясо поднабрать. Ну, честно говоря, мне не очень понятно, как можно поднабрать мясо у человека, который перед этим длительно был на не то, что низкоуглеводной диете, а он фактически был на безуглеводной диете, да, если я правильно понял ее слова. И как вот в таком состоянии можно мышцы растить, что-то мне непонятно, да. Это надо иметь какое-то чудо здоровья. Ну, и то, что тренер ей вот дает таким образом аномболические стероиды, не объяснив их последствия, их приема, ну, мне кажется, неправильно. Во-первых, не надо на себя брать лишнюю ответственность, да. Каждый спортсмен должен идти на риски осознанно, да. И если риск такой есть, то надо об этом, естественно, предупредить спортсмена. Здесь явно препараты не витамины, да, несут в себе существенный риск здоровью. И поэтому, я считаю, на месте тренера надо было, конечно, обо всем этом девушке сказать, да, чтобы решение она принимала сама, с холодной головой. И потом не было у нее возможности перекладывать ни на кого вину. Вот это было бы правильно. Я бы, например, никогда от себя вот так директивно никому ничего не говорил принимать. И плюс не очень понятно вообще, имело ли это вообще все смысл. Действительно, состояние на момент соревнований у многих бывает такое. Но то, что тренер, видя, зная о плачевном состоянии, о том, что, как он видит, она еще не готова, что по его вине потеряла больше мяса и много мяса, несмотря на то, что форма улучшилась, он все равно сажает ее на фармакологию. При всем, при том, при той ситуации, которая есть, как можно было так поступать, я не понимаю. Я просто отказываюсь это понимать и не хочу это понимать, просто чтобы не опускаться на этот уровень. Думайте, что хотите, но на мой взгляд это вообще просто, без комментариев. Тренировки не изменились, как, впрочем, и не менялись в мою всю подготовку. Единственное, к питанию было добавлено 50 грамм крупы, что уже казалось огромной радостью. Проходит три недели, пришло время ехать на соревнования и от долгой дороги меня заливает. Я тяжело переношу переезды. Была очень расстроена, было обидно, так как тренер подозревал в том, что я подъедаю, хотя все делала четко по инструкции. Четыре дня меня посадили на шесть чайных ложек недоваренного риса и яичные белки. А дальше, перед сценой, накануне вечера, мне дают диуретик. Все, сцена, одно из последних мест, занавес. По возвращению домой у меня было ужасное состояние. Я, конечно, накинулась на еду, за которой так скучала. Все эти соленья, сыры, любимые сладости. За три дня вернулись мои 10 килограмм. Мне было стыдно просто смотреть на себя в зеркало. Мне было стыдно попадаться на глаза знакомым. Но дальше, друзья, еще хуже. Что происходит? Не контролируемый процесс именно предсоревновательных дней. Это самое важное и самое трудное. И задача тренера здесь выходит вообще на первый план. Конечно, если бы девушка уже раньше выступала, она бы знала, и даже если она где-то там что-то подъела, это все должен был объяснять тренер. Мы зачастую не знаем, как на нас повлияет тот или иной продукт в простой жизненной ситуации, когда мы с вами катастрофически не меняем критически свое питание. А когда вы сидите на жестких диетах, когда вы ограничиваете себя чуть ли не во всем. И то, как проведет себя ваш организм, вы сможете узнать только, когда пройдете 2-3 таких подготовительных процесса. И здесь задача тренера. Но задача спортсмена, конечно же, вести дневник, контролировать, следить за любым изменением, как какой продукт влияет. Но повторяюсь, целиком и полностью должен был быть контролирован процесс со стороны тренера. Первые 2-3 подготовки обязательно. Если вы считаете, продолжаете считать, что есть какой-то персональный тренинг и суперперсональные тренера, на самом деле есть, но не то, что вы все под этим подразумеваете. У меня тоже много очень персональных учеников, персональный тренинг. На самом деле, тренинг на всех нас действует одинаково. Кто бы что ни говорил, кто бы не придумывал там каких-то эктоморфов, мезоморфов. Индивидуально только питание. И все современные супертренера в первую очередь контролируют своих спортсменов и ведут именно по диетологии и по фармакологии. Вот в чем самый сок, в чем сама суть подготовки. А то, как или по-другому каждый подходит к тренировочному процессу, это уже его личные предпочтения, я. На самом деле, человек может и должен заниматься правильно, грамотно. И если бы было не так, если бы физиология как-то была устроена по-другому, то не было, я уже устал об этом говорить бы, вообще просто медицины. И каждый человек, приходящий в аптеку, требовал бы просто по тому, что он такой индивидуальный, от головной боли каждому была бы нужна индивидуальная таблетка, индивидуального какого-то вещества. Но так не происходит. И понятно почему. Не обманывайтесь. Конечно, персональный тренер помогает, пинает. Для большинства именно нужен этот пинок. К чему я все это говорю? К тому, что, видя всю плачевность ситуации, сейчас, вот то, что сказала наша героиня сейчас, это апофеоз всего. Потому что ни один человек еще действительно не умер от отмены цикла, от какого-либо фармакологии. Но, чтобы вы понимали, умирают в современном спорте от двух препаратов. Это инсулин и диуретики. И то, что сделал тренер сейчас, могло убить девушку. Реально. Это вот реально подсудное дело. И я бы за это подал в суд на человека. Потому что одно дело травить, убивать человеческий организм диетами. Другое дело подсовывать фармакологию девушкам, которым это не нужно. Но все это действительно не смертельно и поправимо. Но диуретик на фоне того, что было, мог привести, и в принципе должен был привести, к смерти. Я рад, что этого не произошло. Я понимаю состояние девчонки. И не нужно говорить тому, кто никогда не проходил через предсоревновательную диету, особенно в последние недели, последние дни. Не нужно осуждать, не нужно даже комментировать. Вы понятия не имеете о том, о чем рассуждаете. Диуретик это то, что реально могло убить. И то, что реально убивает. Представьте, воды и так в организме нет. Ее выводят. А вы еще насильно... Диуретик, что такое диуретик? Это то, что выводит воду из организма. Лишнюю воду, да? Когда она есть. Но, когда у вас нет воды, вы пьете диуретик, вы понятия не имеете, откуда начинает выходить вода. Вода выходит отовсюду. Изо всех органов, из суставов. И это реально наносит вред. Это то, что реально могло убить эту девчонку, друзья. И тот, кто сейчас попытается мне как-то оправдать тренера, просто такой же дебил, как и этот тренер. Я напрямую заявляю, что тренер просто сволочь, которой не место в рядах тренеров, тем более в рядах федерации. Это люди, позорящие, убивающие это движение. Это конченые твари. Можете так и передать. Ну, что мне сказать. Увы, девушка оказалась не готова к соревновательному ритму и, соответственно, неудачно выступила. Ну, жаль, сочувствую, что тут еще можно сделать. Ну, ее взаимоотношения с тренером это ее личное дело, да, и тренера. Мне кажется, тут просто какое-то недопонимание было, да. И у спортсмена с тренером должны быть совсем иные отношения, нежели вот девушка описывает. То есть, это вина, конечно, думаю, тренера в первую очередь, потому что тренер, как человек более зрелый, опытный, ну, должен понимать, готов спортсмен ко всем лишениям, да, и ограничениям или не готов. И все-таки спортсмен должен принимать решение сам, а не быть в роли какого-то детсадовского ребенка, которому что-то там дают, чем-то там кормят и так далее. Ну, это абсолютно неправильная позиция. Я все-таки склонен думать, что вина тренера, что просто он выбрал себе неправильного подопечного, да, как ученика для подготовки к соревнованиям. То есть девушка просто оказалась психологически не готова. Это достаточно жесткий такой взрослый мир, и он тяжело достаточно переносится, все эти ограничения. И главное, не очень понятно ради чего, да, я уже неоднократно это повторял, ведь победа на этих соревнованиях по большому счету не даст вам ничего абсолютно. Вот, поэтому 10 раз подумайте, надо вам идти на эти ограничения или нет. Подготовка к соревнованиям – это хорошо, да, но без стадии сушки. Просто с хорошей, красивой, спортивной формой. По-моему, для большинства людей, мужчин и женщин, этого более чем достаточно. Вот это вот состояние иссушенности, да, в котором надо выходить на сцену, оно неизбежно заканчивается у подавляющего большинства спортсменов, неопытных. Это вот последующим зажором, да, когда возвращаются вообще все скинутые килограммы, и вот у всех это происходит за разный период времени, ну, достаточно быстро у подавляющей массы. И ради чего называется «Бэлла терпеть все эти лишения»? Чтобы выйти на сцену, ну, для большинства будет, это будет сопровождаться занятием каких-то последних непризовых мест абсолютно, ну, там, парой фотосессий, да, и походом в Макдональдс. Обычно почему-то спортмены любят отмечать выступления посещением именно этого заведения, да, вот, ну, мне, честно говоря, это все непонятно абсолютно, да, и жалко, конечно, не только эту девушку, а всех девушек, которые вот зачем-то себя подвергали таким истязаниям, да, абсолютно вредным вещам, да, практически все выступающие на таких соревнованиях используют ту или иную фарму, да, ну, под фармой я подразумеваю анаболические стероиды, ну, в подавляющем большинстве их используют. Они, вот, все, кто мне известны случаи, да, все эти случаи, всем неизвестные случаи, они сопровождаются использованием фарма абсолютно неграмотно, дозы очень высокие, вред для организма большой достаточно, да, очень многие девушки потом на самом деле приобретают бесплодие после таких вещей. Ради чего? Ради того, чтобы фотосессию одну сделать. Достаточно глупо, вот, ну, лишний раз просто будет повод вам подумать. Друзья, оставляйте свои комментарии, что и как вы думаете по этому вопросу, как вы смотрите на эту ситуацию, как вы считаете, должен развиваться дальше спорт, именно бикини. На мой взгляд, бикини – это шикарная идея, которая, как всегда, была обострана и загублена людьми, потому что сама идея красивого спортивного женского тела восхитительна. И не должно оно быть перекачанным, пересушенным, и не обязательно даже, повторюсь, тренироваться, заниматься в тренажерном зале. Вы можете заниматься волейболом, вы можете заниматься баскетболом, каким-либо другим видом спорта, и быть в хорошей, прекрасной форме, и прийти продемонстрировать ее, вот что, на мой взгляд, является и должно являться фитнес-бикини. Красота спортивного женского тела, сексуального женского тела. Можете думать об этом, что хотите. Я бы хотел увидеть ваши мысли в комментариях. Единственная просьба – без грубости, без оскорблений, без мата, потому что такие комментарии просто блокируются системой. Будет еще третья часть, просто каждая получается длинная, я не сторонник длинных видео, чтобы не утомлять вас, чтобы у вас сформированные ваши мысли не улетучились, как у меня часто бывает. Поэтому, друзья, пишите ваши комментарии. Напоминаю, что если вы поддерживаете девушку, героиню сюжета, ставьте лайк. Если вы поддерживаете псевдо-тренера, то ставьте дизлайк. Ну что, друзья, всем пока. Как всегда, увидимся в тренажерном зале. Думайте всегда головой, что бы вы ни делали. Занимались спортом, бизнесом, либо чем-то еще. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok